Бабочки в животе Первое, что нужно знать, никто точно не может сказать, когда конкретно ты будешь готова вступить в половые отношения. Ни твоя мама, ни твоя учительница, ни твой парень, ни уж тем более твоя подруга. В этом деле чужие советы не всегда подходят. Но для того, чтобы твой выбор был осознанным, вот немного статистики. В среднем современные девушки вступают в половые отношения в возрасте 15 лет. Но чем опасны связи в столь раннем возрасте? И опасны ли? Давай разбираться. Первое, что боятся все подростки – ранняя беременность. Действительно, риск стать мамой в 16 очень велик. Даже если ты знаешь все о контрацепции. Запомни, никакие презервативы и таблетки не могут гарантировать 100% защиты. Перервать половой акт тоже не вариант. Ведь сперматозоиды настолько маленькие и быстрые, что легко могут проникнуть в яйцеклетку до завершения полового акта. Они перемещаются в жидкости, которая выделяется из полового члена во время процесса. Беспорядочные половые связи – еще одна опасность. Еще вчера ты была той единственной, а уже сегодня он обнимается с другой. Мальчишки-подростки очень непостоянны и существует большой риск быть обманутой. Но не это самое страшное. Самое страшное – последствия, к которым могут привести такие связи. Инфекции, которые передаются половым путем, подстерегают неосторожных жертв. Частые смены половых партнеров могут привести к серьезным последствиям в будущем. Страх перед гинекологом Нежелание идти к гинекологу – первая ошибка всех девочек, вступивших в половые связи. «Она расскажет моей маме» или «Какой позор, она увидит меня голой» – частые мысли. Запомни, гинеколог – твой друг. Специалист поможет убедиться, что с твоим организмом все в порядке. И самое главное – без твоего согласия никто и ничего не расскажет родителям. Прием у любого врача – это конфиденциально, поэтому пренебрежение визитом к гинекологу – точно плохая идея. Так когда лучше всего вступать в половые отношения? Ответ прост. Только тогда, когда ты будешь на 100% уверен в своем половом партнере и ответственно подойдешь к вопросу своего личного здоровья и защиты. Внимательно присмотреть к парню, не делай поспешных выводов, но не позволяй ему на тебя давить в этом вопросе. И уж тем более, не пытайся удержать его сексом. Если парню нужно только это, подумай, а нужно ли тебе такой парень? Если это видео было тебе полезно, ставь лайк и жми на колокольчик. В одном из следующих выпусков мы поговорим о страхе перед гинекологом и обсудим топ-5 лайфхаков, как подготовиться к приему. До встречи, подружка!